МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кушайте, раздорог! Здравствуйте! Закончив собирать награды за Балдус Гейт, Свен Винки объявил, что уже придумал первый акт своей следующей игры. Но тут же добавил, что ждать подробностей придётся долго. А ещё отметил, что это не то, о чём вы думаете. Так что на симулятор свиданий с медведями можно не рассчитывать. Переходим к другим новостям. Сегодня в выпуске. Новое пришествие Индианы. Совместный проект Sony и Microsoft. И виртуальная девушка за 200 долларов. Это ещё не сказочка. Это ещё только смазочка. Итак... А теперь о новой технике. Точнее, о ноутбуке Osio Focus Line F-150i. Что, никогда о таком не слышали? И неудивительно. Ведь это реально стопроцентная новинка. Причём собирают такие ноуты у нас в России. А если точнее, то в экономической зоне Иннополис, неподалёку от Казани. Сама модель получилась лёгкой и компактной. Толщина корпуса всего 18 мм. А вес 1,7 кг. Экран 15-дюймовый. С IPS-матрицей и разрешением Full HD. Внутри процессор Intel 11-го поколения. И 16 ГБ оперативной памяти. Плюс SSD на полтерабайта. Видеокарта встроенная. Но в бенчмарках выдаёт весьма неплохие результаты. Так что можете не только поработать дома или в поездках, но и зарубиться во что-нибудь не очень прожорливое. В Доту так вообще легко. Кстати, даже под нагрузкой система работает очень тихо. Ссылка в описании. Напряжение нарастало, готовя нас к следующей части. Это и есть твои долгожданные новости. Готов? 18 января состоится презентация Microsoft. И пройдёт она не без приключений. В том смысле, что на выставке впервые покажут геймплей новой игры про Индиану Джонса. Разрабатывают её Bethesda и студия Machine Games, которая до этого занималась серией Вольфенштейн. Дурдом начинается! Так что в безумных приключениях и отстреле фашистов разработчики толк знают. Кстати, по словам инсайдеров, игра уже практически готова. То есть Индиана Джонс отправится в новое приключение уже в этом году. Также на презентации покажут ролевую игру Эваут от Obsidian, глобальную стратегию ARA History Untold и, разумеется, второй Хелл Блэйк. Иди, мать! Что это, мать! На него Microsoft возлагает большие надежды. Ведь первая часть создавалась, по сути, на карманные деньги разработчиков и при этом разошлась миллионными тиражами. У сиквела бюджет в разы больше. Так что и результат боссы корпорации хотят соответствующий. То есть огромные продажи и не меньше 90 баллов на метакритики на зависть всем конкурентам. Кстати, о конкурентах. Известный инсайдер Джефф Граб сообщил, что Sony уже подготовила достойный ответ Microsoft. Новая большая конференция PlayStation уже маячит на горизонте и ожидается не позднее февраля. Наконец-то, достойный соперник. Наше сражение станет легендарным. Зато в области автотранспорта между корпорациями царит дружба и взаимопонимание. Sony, Honda и Microsoft совместно работают над электромобилем Афила. Его прототип показали на недавно прошедшей в Лас-Вегасе выставке технологий CES. Причем на сцену автомобиль вывели с помощью геймпада от пятой PlayStation. У него ж тут блестящая лямба, вся в трубочках и проводочках, и дыр-дыр-дыр под крышкой. Вен, это мощный хреноматор с поддумом. Впрочем, создатели сразу предупредили, что в розничной версии машины такая функция не предусмотрена. Зато в салоне напротив каждого кресла будет дисплей, чтобы водители, пассажиры могли прямо во время поездки запускать игры или развлекаться с дополненной реальностью. Например, выпустить на дорогу Годзиллу. Ну а Microsoft в этом партнерстве отвечает за искусственный интеллект. Он будет не только помогать водителю с управлением, но и подсказывать дорогу, советовать развлечения и выполнять прочие функции голосового помощника. Я не знаю, это корейский? О, господи, это ужасно, выключи его, да? Почему он намного злее, чем другие голоса? Дорогая, не нажимай его, пусть успокоится. А вот будет ли на электромобиле доступен Game Pass или библиотекой игр целиком заведует Sony, компании пока не сообщили. Кстати, на этой же выставке MSI презентовала портативную игровую систему под названием Кло, которая станет прямым конкурентом Steam Deck'а. По сравнению с творением Гейба Ньюэлла, начинка у Кло ощутимо мощнее. Но и стоит он дороже. За самый простой Steam Deck просят 400 долларов, а ценник на Кло начинается с 700 долларов. Это грабеж! Идет! После успеха Phantom Liberty у некоторых игроков появилась надежда, что CD Projekt передумает и вернется к первоначальному плану развития Киберпанка. То есть сделает еще одно масштабное дополнение. Теперь на этих надеждах окончательно поставлен крест. После Нового года авторы Phantom Liberty были официально переведены на создание сиквела Киберпанка. Зато амбиции им не занимать. Разработчики заявляют, что первая часть была для них только разминкой. Хотя Бобби Котик покинул Activision Blizzard, на него продолжают сыпаться обвинения в дискриминации. Причем на сей раз речь идет не о дискриминации женщин или меньшинств. Наоборот. На одном из своих последних совещаний Бобби заявил, что в его компании слишком много немолодых белых мужчин. Под это описание попал и 57-летний технический директор, который вскоре был уволен. И теперь пострадавший намерен добиться справедливости в суде. Правосудие продано. За последние годы Blizzard успел обидеть еще одного старичка. Warcraft 3. На его ремастер с подзаголовком Reforged Геймеры возлагали немало надежд. Однако игра вышла откровенно сырой и недоделанной. Исправлять ошибки Blizzard пришлось фанатам. Причем за дело взялись сразу две команды. Одна из них делает Re-Reforged. Ремейк ремейка со всеми улучшениями, которые обещали Blizzard. А вторая команда переносит на движок Reforged события второго Warcraft. Причем обещаниями дело не ограничивается. Компанию за Орду они уже закончили. А теперь делают миссии за Альянс. Проклятье Blizzard. Как комментатор этой игры, я приказываю тебя оставить в покое Warcraft 3 и больше не издеваться над моей игрой. Новая часть Battlefield вырвалась из препродакшена и перешла на этап полноценного производства. Об этом сообщает проверенный инсайдер Тон Хендерсон. Добавлю, что за продолжение своей едва не убитой серии студия DICE взялась еще в сентябре 2022 года. И, видимо, все это время разработчики пытались найти ответ на один простой вопрос. Какой же должна быть новая игра, чтобы не повторилась история с эпичным провалом Battlefield 2042? Флоридский Джокер снова кошмарит Рокстар. Напомню, что после выхода трейлера шестой GTA он узнал себя в одном из персонажей игры и потребовал от разработчиков компенсацию. Тем более, что Рокстар не только украла его образ, но и разрушила личную жизнь. Джокер теперь даже в кафе поесть не может, потому что с ним постоянно кто-то хочет сфотографироваться. Так что Рокстар должна ему 10 миллионов долларов компенсаций. А если он их не получит, Джокер угрожает выпустить из психбольницы хакера, который уже взламывал сервера Рокстар. И совместными усилиями они взломают компанию еще раз. Даже для таких, как я, это жестоко. Если зло нельзя победить, к нему нужно присоединиться. Похоже, именно так решили актеры из профсоюза SEC-Автор. Долгое время они сражались против компаний, которые с помощью нейросетей копируют известные голоса. А теперь профсоюз пошел с ними на мировую и подписал соглашение. Отныне актеры озвучивания будут принимать непосредственное участие в создании своей цифровой копии. Также они смогут выбирать, над какими проектами будет работать их виртуальный дублер. А еще компании обещают регулярно платить актерам за труд их нейросетевых копий. Такое вот цифровое рабовладение. Должен заметить, что нет справедливости или праведности в их рабстве. Вы подняли интересный вопрос. Ну и под конец немного дичи. Стримерша Амарант тоже создала своего цифрового двойника. Правда, в ванной он плескаться не умеет. Зато двойник оперативно отвечает на сообщения, присылает фото и видео стримерши, а также генерирует аудиосообщения с ее голосом. Разумеется, все это за деньги. Простое общение стоит 6 долларов в месяц. А чтобы стать бойфрендом виртуальный Амарант, придется выложить уже две сотни. При этом от желающих все равно нет отбоя. Только за первые сутки чат-бот принес стримерши 34 тысячи долларов. Боже, какой кошмар! Яжик! Ожас! Какая гадость! Это заболевание называется рыжиконопатость. Оно вызвано тем, что у рыжих нет души. Подумайте еще раз. Ну вот и все на сегодня. Спасибо всем, кто дает каналу Boost на Boosty. Не забывайте про нашу уютную группу ВКонтакте и заглядывайте в телегу. Ну а меня вы услышите уже через неделю. До встречи! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok